Сейчас закрою архикад и расскажу, что будет появляться при загрузке что он спрашивает, что хочет Запускаю 24 архикад Тут или найти это открыть или новый создать Тут щелкаю где-то на этом окошке Здесь создать на основе шаблона то есть с преднастройками уже готовыми А версии сильно отличаются? 21, 22 или еще? Отличаются не сильно, но там минус в том, что архикад совместим только на одну версию назад Если у вас дома 23, а здесь 24 Здесь прошлая версия отсюда и все Если у вас версия позапрошлая, то вы не сможете открыть из этой версии уже никак Вот в этом главный минус старых версий А так по возможностям, в принципе, то же самое А сейчас архикад молодцы, в отличие от автокада они реально какие-то полезные вещи постоянно вносят Здрасте Поэтому лучше, конечно, свежую версию Но если у вас версия 21, то особой разницы нет Только совместимости не будет И смотрите, я создал новый файл И тут сразу вижу 4 фасада Это потому, что архикад решил, что нам удобно начинать, когда есть эти фасады уже Просто заготовки фасадов То есть ничего нет, все пусто А фасады уже создались Ну фиг с ними, я обычно удаляю их Ну пусть болтаются И сразу начинаю строить 3D Вот по интерфейсу Здесь мы работаем Слева инструменты Все, что мы создаем Все-все инструменты Вот они здесь списком слева Вот эти верхние Это 3D То есть это элементы нашей модели Нашего проекта Ниже это проекции сечения Виды из камеры Разрезы и так далее А самое нижнее Это оформление Там есть размеры всякие разные Выноски, тексты, штриховки, линии То есть это уже то, чтобы делать какие-то чертежи И закидывать их на листы альбома Основная работа Как раз вот используем Вот эти вот инструменты 3D моделирования Справа навигатор называется Здесь полный состав проекта Что у нас есть По умолчанию в архикаде делается 3 этажа Тоже он решил, что нам Хорошо бы иметь 3 этажа сразу Фасады есть и так далее Но это пока не трогаем Затем вот здесь полоса сверху Вот это вот Это свойства объекта Я выбираю стрелку Тут почти не свойств нет Выбираю стену У нее же свойств много У крыши там свои свойства сверху У навесной стене свои Вот это основные инструменты Которые уже там помогают менять форму и так далее А в меню уже все, что есть Везде Все это есть в меню уже запрятанное И смотрите Здесь по умолчанию есть вкладки Вот вкладка этаж Я на третий тут ушел Вернусь на первый Потом покажу как Эта вкладка не нужна Можно закрыть Я не знаю зачем она до сих пор И 3D окно сразу открыто То есть вначале у нас по сути две вкладки План и 3D И мы можем строить с нуля Или на плане Или в 3D Как нам удобнее Давайте начну сразу строить в 3D Построю сначала стены Нажимаем инструмент стена И единственное что нам нужно сначала задать Сразу же из всех свойств Там ни материал, ни толщину, ни высоту Это все потом можно поменять Первое Мы задаем какую форму хотим построить Вот здесь геометрический вариант И мы выбираем Или это будет отдельная стенка Или одна за другой пойдут стенки Или прямоугольные стенки Или круглые И так далее Вот я выбираю здесь Вариант прямоугольные стены Вот этот И все Ничего другое пока не трогаю И начинаю рисовать Щелкаю И рисую 4 стенки за раз Вот И вы это пока тоже построите Теперь важно навигация Как вообще крутить Перемещаться Масштабировать Вся навигация Она делается мышкой На плане Если я хочу приближать Удалять То колесиком крутить Естественно Как и везде Приближаю Удаляю И если я хочу двигать Я колесико нажимаю Держу И таскаю То же самое в 3D Колесико кручу Колесико зажимаю И таскаю И как крутить в 3D Я зажимаю И колесико И shift То есть колесико не кручу А держу колесико Держу shift И вращаю вид А почему у меня Крутилось в 3D? А сейчас я Переподключусь Тогда Надо Да Вы позже вошли Поэтому я сейчас Ее Теперь Как можно выделять Вообще Тема важная У новичков Всегда получается Тут Проколы Потому что Вот вы нарисовали стены Хотите ее подвинуть Нажали Чтобы подвинуть А у вас рисуется дальше Так вот Вам нужно Прям запомнить Какой чина Что мы Выделяем Объекты Только когда Зажата стрелка Потому что Если зажато Что-то другое То мы Это другое Будем создавать Вместо выделения Перемещения И так далее Сейчас на стрелку И идти нужно, да? Да Демонстрация должна идти Просто свернута Так Свернуто Открывайте демонстрацию Я сейчас еще раз покажу Потому что Как бы Самая основная проблема У новичков Это именно что Они вместо выделения И потом изменения Создают дальше объекты Поэтому Вы что-то нарисовали Хотите это поменять Как-то Изменить Переместить Нажимаете на стрелку Выделяете Смотрите Оно Да И дальше уже двигаете Вращаете Изменяете Но смотрите Есть удобная штука Чтобы не переключаться На стрелку И обратно Вы нажимаете Shift И входите В режим выделения То есть Со Shift Это без Shift Без Shift Рисую Со Shift Выделяю Демонстрация Демонстрация Нет Нет Почему Вы Демонстрация Сверните Актикат Для демонстрации Видно Да Вот Это очень важная вещь Запомните Прямо сейчас Запомните Что Чтобы Что-то сделать Нужно сначала Выбрать Это Или на стрелку Переходим Выделяем Смотрим Оно Тогда меняем Или Зажимаем Shift Shift И выделяем Выделяю Чтобы удалить Я нажимаю клавишу Delete На клавиатуре Ну так быстрее Чем правой кнопкой мыши И здесь Выбирать Удалить Тоже запомните Что уделит Ну как и везде В принципе И теперь Давайте нарисуем Пол И потолок Открывая Вкладку 3D Нарисую Там Набираем Струмент Перекрытия Потому что Пол и потолок Это перекрытие Здесь все По умолчанию Рисуется У нас Прямоугольник Сразу Тут вариантов Меньше Чему стены Рисуется Или многоугольник Или прямоугольник Или повернутый Прямоугольник По умолчанию Такой прямоугольник Я его рисую Сначала Нарисую Пол Кликаю на угол Отпускаю мышку Тащу до другого Кликаю Нарисовал Чтобы нарисовать потолок Я навожу Уже не на низ стены А на верхний угол стены Навел наверх Кликаю Отпускаю И здесь Кликаю Отпускаю Все Пол Потолок готов Это Дальше По поводу Привязок Тоже обращаю Внимание Сейчас я удалю Потолок Пол Челку Удаляю Не, не надо Я просто покажу Привязки Что это такое Зачем они нужны Опять выбираю Инструмент Перекрытия Демонстрацию Разверните И смотрите Я мышкой таскаю Вожу по экрану И у меня меняется Курсор Во-первых Форма И вот эта Плоскость Плоскость Я пока не объясняю Это не особо важно Вот форма курсора Смотрите Если я навожу На какую-то точку На угол Это галка Если на какую-то Линию грань Называется Мерседес Три палки Если на плоскость То будет просто Вот это глаз Или что за ром Не знаю То есть три типа Любая точка Угол Галка Любая грань Мерседес Плоскость Вот этот Ромбический глаз Так вот Чтобы привязаться Точно к углу Мы смотрим Чтобы курсор Стал галкой И только тогда Курсор Будет точно на углу Навел Вижу галку Нажимаю Левой кнопкой мыши Щелк Отпускаю И потащил То есть я мышку Не держу никогда Не зажимаю мышку И не тащу Зажатой мышкой Кликаю Отпускаю Потащил Клавищу Не жму Тащу до угла Галка Вернее Тут уже не галка А черный карандаш Когда уже что-то рисуется То курсор В виде карандаша Тоже видите Карандаш тут белый Без привязки Привязка тут Он такой С черточкой По грани В точку Он черный И то же самое Сверху Навел Галка Щелчок мышкой Отпустил Тащу Можно дотащить Довести до сюда А можно до низа Не важно Потому что привязка Срабатывает к углу Не важно Нижний и верхний Пофиг Навел до угла Карандаш черный Окей Еще один клик Это вспомогательные линии Линии привязки Они помогают строить О них тоже потом С ними конечно удобнее Но там уже много всего вылазит Я видите Тут корявенько навел Промазал Говорит про привязки А сам промазал Я навелся Уже что-то готово Да Да Легко Но тоже потом Вот То есть привязки Вы не щелкните сразу Не торопитесь Смотрите Как будет вести себя курсор Навели Ничего не жмете Видите что правильно И рисуете То же самое с выделением Смотрите Я хочу что-то выбрать Инструмент указатель Навел Не щелкаю сразу Вижу подсвечивается перекрытие Написано перекрытие То что надо выделяю Не тороплюсь Навел Подсветилось Вылезла информация Что это такое И выделяю Чтобы выбрать сразу все Я просто нажму где-то за пределами Клик и отпускаю И обвожу рамкой Еще клик Все выбрал Раз Раз Вот так я использую привязки И выделения Вот это О, как следующее Это плоскость, да? Да Поэтому тут Мораль в том Чтобы не торопиться Не кликайте сразу Не кликайте Не натащите Навели Посмотрите что будет Ничего не жмете Теперь давайте Вставим окна Ну вернее Одного окна хватит Окно и дверь Давайте для разнообразия Вставим на плане Кликаю на вкладке Первый этаж То есть план Тут нахожу окно Вот Свойства вообще не трогаю Сразу втыкая в стену И чтобы вставить окно Нужна стена естественно Без стены окно не вставится Только в стену Навели на стену Я ничего не жму пока Просто навел мышки и все Держу Вижу что окно Вот такое будет вставляться Мышку не нажимаю Вижу солнышко Это улица Улица должна быть с улицы Понятное дело Навел Мышкой вожу Солнышко снаружи Все отлично Щелчок И еще щелчок Первый щелчок Я показывал где солнышко Где улица А второй Куда открывание Но это не особо важно Для окна Потому что оно двустворчато И оно закрыто Пофиг Поэтому можно просто Щелкаю Еще раз щелкаю Раз два Все Теперь дверь Выбираем инструмент дверь Там то же самое Навожу Ничего не жму Вот она уже вставляется Один клик И второй раз Я мышкой вожу У меня открывание меняется Второй клик Навел Первый клик Отпустил И второй Смотрите По поводу того Что если у вас Что-то начало делаться Не то что вы хотите Вверх Вот рисуется Выделялка Вот эта вот рамка рисуется Или что-то тащится Неправильно Как бы Например Вот я Что-то нажал Не понял что сделал Какая-то рамка появилась Непонятная Жму Escape Что-то зацепил Потащил случайно Что-то делается Не пойму Жму Escape То есть Escape Это когда что-то делается Не то что вы хотите Жмете Escape А оно прекращается Делаться То есть в любой непонятной ситуации Жмете клавишу Escape И это перестанет И давайте теперь дальше Дальше я поставлю камеру в комнату Чтобы сделать вид из этой камеры Потому что вот так в 3D-виде неудобно летать Мышкой крутить Потом там проваливаться через потолок внутрь Там башкой вертеть внутри Неудобно навиграция То есть снаружи удобно В принципе крутить А изнутри уже это неудобно Поэтому возьму и на плане поставлю камеру Не в 3D, а только на плане Открываю вкладку первый этаж И тут вижу камеру Вот Нажал, отпустил И теперь могу встать Нажимаю куда хочу поставить камеру Первый клик Нажимаю, отпускаю И теперь поставлю куда хочу смотреть Да, направление взгляда Точка взгляда Не важно, снаружи будет взгляд Изнутри Главное направление и все Только направление Длина мне в принципе не важна Буду смотреть вот сюда в угол И теперь я открою 3D И там ничего не поменялось Потому что сейчас будет горячий клавиш Потому что нужно выбрать камеру И нажать клавишу F5 И только тогда в 3D покажется то Что мы видим из камеры Я сейчас в 3D зайду Вид собью на другой Улечу в блок Опять открываю план Нахожу камеру Выделяю И жму клавишу F5 Вижу опять вид из камеры Почему вот такой вид из камеры? Потому что камера высоко Иду опять на вкладку 1 этаж И смотрю высоту камеры И взгляда Вот снизу Это высота самой камеры 8 метров Взгляд на 4 метра Поставлю камеру И взгляд на уровне роста Вернее на уровне глаз человека Пускай будет 1,5 метра 1500 камера И 1500 же взгляд Поменял Жму опять F5 Все Теперь камера на росте человека И давайте так же сделайте камеру И потом из нее посмотреть Еще частный момент Что смотрите Если я что-то выделяю И щелкаю второй раз мышкой То я это что-то меняю Двигаю Меняя форму Делаю не то Жму Escape Поэтому важно Если вы что-то уже выбрали Не жмите там же еще раз Если нажали Начинайте вы это менять Поэтому не то выбирайте Видите что не то Жмете Escape Выбирайте дальше то Бывает такое часто Что вы где-то здесь щелкаете Выбирается не камера А перекрытие Щелкаете опять здесь И уже тащите его И не понимаете что происходит Поэтому жмете Escape Это отменяется Escape еще раз Выделение снимается А вот теперь вы уже спокойно Наводите на камеру Видите галку Видите что камера подсвечивается И выделяете только тогда Также в 3D Нажали Еще раз нажали И все И потащилось Поменялось Слетело Вы не увидели Пропустили И все Вот у нас что попало Получается Поэтому если что-то Вы не то выбрали Жмете сразу Escape И аккуратно выделяете Именно то что нужно Вот у девушки было Что она Попыталась выбрать камеру Но выбрала Не камеру А перекрытие Нажала F5 И увидела Не вид из камеры А только перекрытие Потому что Оно выбрано было А не камера Поэтому смотрите Внимательно Что выбрано Теперь по настройкам камеры Что тут есть еще По сути ничего Открываем настройки камеры Все Смотрите Вот здесь настройки камеры Высота камеры цели А все настройки камеры При клике Вот на значок здесь Нажали на камерку Открытие все настройки Из них важное Тут по сути Только Конус обзора То есть угол зрения камеры Сделаю пошире Не важно сколько Сделаю просто пошире И еще тут есть солнышко Про солнышко отдельно Угол зрения пошире сделал Нажал установить Угол расширился Нажму F5 Вижу больше Угол зрения больше Теперь про солнышко Когда я выделяю камеру Вот здесь где цель Сбоку солнышко болтается Я могу его здесь двигать В плане Навел на солнышко Вижу галку Нажимаю Отпускаю И меняю направление солнца Пускай оно светит вот отсюда В окошке Светит отсюда А высота солнышка Меняется уже не здесь Есть только направление В плане и все Высота меняется В настройках вот здесь Но это уже не особо важно Сделаю пониже Типа закатная Или рассветная Сколько-то сделал Опять установить Могу закрыть Жму F5 Вот вижу тени от солнышка Но оно падает в нам в окошко Тогда тоже сделаю Голубую сетку Иду в вид Потому что все что видно здесь Это переключается в виде В меню вид Вид Показать конструкторскую сетку Вот эта вот сетка голубая Называется конструкторская сетка Я вскрыл И у вас у многих помещения огромные Поэтому вы и тени не видите особо Света из окон Поэтому я просто бы взял на плане И подвинул камеру Поближе к тому Куда мы смотрим Взял камеру Дотащил вот сюда Поближе встал Нажал F5 Вот уже угол видно хорошо Сейчас опущу взгляд еще Иду опять на план Так взгляд у нас сверху И поставлю пониже Тут не обновилась Нужно потому что Выбрать и нажать F5 Все смотрю в пол Теперь видно уже все Там свет из окон Видно нормально Поэтому если у вас Помещение большое То камеру подвиньте поближе К тому куда вы смотрите В тот угол Двигать так Сначала вы выделяете Навели Привязалась Видите да Камера Нажимаете один раз Выбралась Чтобы подвинуть Нажимаете и второй раз Кликаю еще раз И перемещаю На зачет Нужен проект Альбомчик Где будет что Ну понятно что Титул содержания Где будет план До демонтажа Наверное План возводимых перегородок Потом А если нет Допустим плана Демонтажа Ну смотрите Мне лично все равно Мне кажется Вы знали архикад Понимали где что лежит Как это сделать Поэтому если не будет Ну ладно По хорошему надо Потом Ну да План полов Нужен вот План потолков Ладно не обязательно Светильники тоже не обязательно План расстановки мебели Обязательно Развертки Какие то самые простые Тоже обязательно Всей квартиры Для того чтобы Да лучше бы Всей квартиры Спецификации Всякие Не надо Не все Смотрите Таблички которые Где картинки есть Это вручную Таблички которые Расчет на демиробоев Или расчет краски Расчет не знаю чего Светильников Да Они на автомате Делаются Ну не просто кнопкой То есть там нужно расчет Там формулы всякие Критерии Параметры Короче Заморочены Расчеты Не просто Не просто То что вы сейчас Ставите Это все Возможно В Архикаде Вот это Сделать можно В Архикаде Но постремнее Вот так Реалистично Вы не сделаете А вот это Когда картинки Не знаю Но возможно Макс 3дмакс Да Скорее всего Это он А не Изолки тоже Но в Архикаде Ну а в Архикаде Все которые Афикаде Здесь требуются Не важно Чего Да Чего ты хочешь Да Не важно Абсолютно Не важно Ну То есть Какой-то Простой Альбомчик Где там Сколько Листов Ну Листов Восемь Наверное Да План перегородок Здесь 67 листов Ну да Разов в 10 Меньше Я говорю Так и есть Что можно сделать Во-первых Можно взять И сделать Группу Из всего Что мы нарисовали Сейчас про группы Почему Вот эта вот группа Например Вы же ничего не группировали Почему-то Эта группа Уже сразу Потому что Если мы рисуем Стены Или балки Рисуем что-то За раз Вот Четыре стены За один раз Архикад На автомате По умолчанию Делают Эта группа Рисуем Уже отдельными Стенками Одна стенка Вторая Третья Четвертая Это уже не группа Потому что Отдельно за раз Выделяю Тут черные точки Это отдельные стенки Выделяете Тут кружки Это группа Так вот Важно Чтобы можно было Группу Временно открыть И выделять элементы Из группы Внутри Мы должны Временно Разгруппировать С помощью Вот этой кнопки Временно Разгруппировать Это наверное Одна из самых важных Кнопок Вот здесь Сверху Нажал Выделение Сброшу Щелк За пределами И теперь Выделяю Уже отдельные Элементы Группы Если ее Обратно Отжал Выделяется Опять Вся группа Чтобы можно Ну это группа Есть Да это вся группа Для того Чтобы можно было Изменять Какие-то элементы В группе Потому что Если группа Сгруппирована Мы не можем Менять Длину стен Высоту Толщину стен Поэтому мы Временно Разгруппировываем Тогда же Уделяем Отдельной стенке Можно сделать Выделить Вместе Нажимайте Эту кнопку Опять Да Группу Обычно Мы сами Не делаем Но Да Да Вообще Все И смотрите Если мы Выделяем Целиком Одну группу То мы Не можем Отдельной стенке Удлинять Там Не знаю Изменять Как-то Вот здесь На экране Когда мы Группу Открываем Разгруппировываем И выделяем Уже Отдельную стенку Ее меняем Как-то То есть внутри группы Можем элементы Делать Менять Не делать А менять А если То есть Если мы Например Хотим Детскую группу Говорят Менять То есть Мы ее Выделяем На плане И разгруппировываем Мы можем Делать Менять Что Удобно А другие комнаты Мы не Удобно Ну да В этом Смысл Нет Смысл в том Что группа Удобна Когда она Целиком Потому что Я могу Выделять За раз Все стены Этой комнаты Хорошо Нет Это В чем Вот мы Выделили И что Вот У нас Отдельные Линии Это Не группа То черные Точки Значит Это Просто Отдельные Элементы Они Не внутри Группы Выбираю Все элементы Которые Хочу Сгруппировать Потом Иду В редактор Группирование Сгруппировать Все Они цветные Кружочки Смотрите В чем Суть Группы Навел За раз Потащился Раз Повернул Все Всю группу За раз Изменил Ее цвет Цвет линии Группы За раз В этом Есть суть Группы Удобно За раз Выделяю За раз Таскаю Поворачиваю Меняю Зален ты Но я не могу Взять Например И вот Эту вот Линию Ее укоротить Поменять Ее цвет Например Поэтому Временную Разгруппировку Включаю Выделяю Часть Группы И уже Эту часть Меняю Эту линию Я удлинил Вот эти линии Поменял У них Цвет У этих линий Поменял Тип линии Штриховку Поставил Такой Такой Зип Эти линии За раз Я удлинил На какой-то Другой Линии Вот И обратно Группу Закрываю Эту же кнопку Все Это опять Целиком Группа Целиком Таскаю Целиком И вращаю И так далее То есть Если вы Выделяете В какую-то Комнату Свою Анасток Нами С потолком С дверями Совсем Ну Сфиксируете Свои Но если Вы сгруппируете Все это Сами Тогда да Но она не фиксируется Она просто будет Целиком болтаться Целиком перемещаться По группе Да Давайте Поставлю Мебель Сюда И человека В комнату В интерьер Выбираю Инструмент Объект Это стул Щелкаю На стуле И открываю Свойства Объекта Чтобы можно было Выбрать Какой объект Мы хотим Чтобы открыть Свойства Я щелкаю Два раза На стуле Здесь Или один раз На нем Вот здесь Или так Или здесь Один раз И вот Все Все Свойства Вот этого Кресла Вот здесь Справа А слева Как раз Выбор Всех Объектов Вот это Все кресла Кресла Пуфы Стулья Это все Лежит в папке Стулья Табуреты Скамейки То есть В папке В этой Лежит все Вот это Все эти объекты Внутри одной папки Открываю 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 Другую папку Столы Вот все Столы Хочу Например Так Хочу Машину Машина Наверное В папке Визуализация Я так думаю Логически Люди Транспорт Здесь Транспорт Папка Транспорт Вот все Транспортные Средства Из архикада Вот здесь Я вижу Каталог Папок В которых Лежат Объекты В каждой папке Свои Объекты Фигуры Людей Контуры Людей Это просто В 2D Чертеж Плоский Плоские люди Для разрезов Для фасадов Это 3D люди Смотрите Намного удобнее Не искать по папкам Не лазить Здесь И смотреть Что в них Лежит В папке Еще папка Тут еще папка В папке Можно искать В поиске Хочу человека Щелкаю здесь В строке Поиска И набираю Женщина Жен Женщина Взмахивающая Я Женщина Идущая Вот Женщина Все что есть Вот Сколько Женщин Почему Парни Пошли Я не знаю Честно Женщина Набрал Жен Смотрите И чтобы вернуться обратно К папкам И к перечню объектов Вы щелките На стуле Нажал на стул Опять Вот структура папок И в папках Объект Здесь поиск Вместо Жен Что там Муж Муж Мужчины Бегущие Пока только мужики Но-ка Что дальше будет Мужик с собакой Тут только мужики Нажал на стуле Вот так мы объекты находим Или ищем здесь по папкам По категориям Просто думаем примерно Где что может лежать В какой категории И намного удобнее Искать в поиске Давайте я сделаю Стол Стул Диван И мужика Пока нет Набрал стол Выбираю какой-то стол Пускай круглый Выбрал Жму ОК Кликаю Где он будет стоять Щелкаю Поставил Иду дальше Открываю свойства опять Набираю стул Выбрал ОК Поставил Диван И чувака Проверим сейчас Чувак Я Родя так Чувак Так Так Мужчина Стоящий А пусть будет Не Лучше стоящий Теперь я Тащу камеру Подальше Чтобы все это Увидеть внутри Камеру Оттаскиваю Жму Ф5 Фу Какой урод Как поворачивать Открывайте демонстрацию Сейчас покажу Так На примере Чего бы показать Напускай стен Во-первых Где вообще у нас Поворот запрятан В Архикаде Выделяем То что хотим Повернуть Самое главное Выбрать то что нужно Теперь смотрите Можно повернуть С помощью Левой кнопкой мыши Может с помощью Правой Если щелкаем Левой кнопкой мыши На объекте Открывается Плавающая панель Которая по экрану Бегает Поэтому она и плавающая Вот она Вот мы Еще раз Я выделяю Нажимаю На объекте Еще раз Появляется Плавающая панель В ней Левой В ней Кнопка повернуть Это вторая Вот Появляется Транспортир Крутилка Щелкать Центр поворота Пока пускай Он будет где-то Пускай он будет здесь Еще один щелчок Это направление Откуда вращается По сути Оно не так важно Вращение Еще не идет Щелкаем Пока Ничего не вращается Вот теперь Вращение уже пошло Вот центр Вокруг В центре Вращается Наш объект Третий клик Мы вращаем Пока непонятно Я понимаю Что вы не поняли Суть Как вращать Еще раз Показываю Выделяю Что вращаю Теперь давайте Правой кнопкой мыши А не левой Правой кнопкой мыши Тут Изменить расположение И убираю Поверну здесь Можно перемещать Отражать Копировать Можно повернуть Да Можно вращать Еще Горячими клавишами Можно еще По другому вращать Способов Куча Поверну По центру дивана То есть где-то Вот По этой точке Центр поворота Здесь Теперь объясняю Понятнее То есть я поверну Вот это Направление То есть я смотрю С дивана Смотрю вот сюда В стенку То есть я вот Этот вектор Это направление Фиксирую И его разворачиваю Проще с мужиком С ним будет понятно Теперь Еще раз Выделяю Правой кнопкой мыши Изменить расположение Повернуть Буду вращать Нос мужика Он смотрит Примерно Вот куда-то Вот сюда Примерно Челка еще раз Здесь Вот на этом направлении Взгляда И вращая его голову Его нос От этой линии От этого вектора Например На столик Теперь я думаю Что уже понятно Почему три клика Первый клик Это центр вращения Ну да Первый выделяем Потом Выбираем Поворот Или правой кнопкой Или левой Вот поворот Центр вращения Вот здесь шаг Вот этот А еще он не важен Второй шаг И вращаем Смотрите Еще раз Поворот Сейчас я сформулирую Вот Блин Никто удрал Щелкаю Центр вращения То есть вот Второй шаг Показывание Этого вектора Направления Нужно просто понять Нафига это нужно Потому что Мы указываем Какую линию Развернуть То есть вот Эта линия Вертикаль Или горизонталь Она потом Развернется Я ее фиксирую Вторым кликом И вот пошла Вращаться Эта линия Ну вроде Теперь понятно Объяснил А потом По вращению Ну непонятно Нужно просто Практиковаться Повторять Повторять Чтобы это освоить Покажу сейчас Как ставить объект На другие объекты Я сейчас поставлю Например На стол Вазу Нажимаю на стул Открываю Открываю свойства Один раз здесь Или два раза здесь В поиске Наливаю ваза Ставлю вазу на стол Смотрю в 3D Ваза на полу Потому что Естественно Что мы На плане Ставим вазу На какую-то отметку И это отметка Ноль Вот Низ вазы На нуле Но в 3D Есть удобная фишка Что мы ставим Объект сразу На другой объект Иду в 3D Ставлю вазу В 3D Навел на стол Видите Квадратик Ставлю на эту плоскость Навел под стол Ставлю под стол Поставил на стул Вот на стенку Поставил На бошку поставлю Если получится Поэтому в 3D Удобно ставить Объекты Сразу Внутри интерьера Куда нужно Попробуй посадить Мужика На диван Да Точно Но его тут нет Надо скачать Смоделировать Так Посажу на диван Женщину У меня почему-то Здесь нет У кого-то Уже грузится Само Дальше загружается Объект С интернета У девушки были У меня Они почему-то Не подгружаются Новые объекты Но их можно Догружать Без проблем Их полно Набираю женщину Наложу на диван Оп Потому что У женщины Низ это не попа А ноги Поэтому Ее нужно Все-таки На пол поставить Тогда правильно А как ее Развернуть На диванчик Вот эту Я удалю А вращать Удобнее Намного на плане В 3D Мы точно промажем Чего пала сделаем Иду на план И вращаю Женщину Выбираю Правой кнопкой мыши Изменить расположение Повернуть Вращать буду Где-то Вот Где-нибудь Здесь И поверну Линию Где она сидит Вот эту линию Я ее Вместе с женщиной Поворачиваю Видите И линия вращается И женщина То есть Третьим шагом Я ее разворачиваю С линией Вместе Как-то Вот так По сути Вот эта вторая точка Которая мы ставим Это как будто бы Иголка У циркуля Да Точно Отличное сравнение Все понятно Да Я понимаю Супер Вот да Потому что С ней сложность От второй точки Нафига она нужна Это иголка В циркуля Иду в 3D Все Какой стюклей происходит По всему пору Ты здесь В комнате Так Что вам тогда сделать Поставьте в 3D объекты На другие объекты И будем делать уже рендер Наконец Заметил еще одну вещь Например Мы хотим поставить Новый объект Но у нас Какой-то объект выбран Выбран мужик А хочу еще поставить Рядом с мужиком второго Нажимаю На стуле Нахожу Какой-то другой объект Который хочу поставить Рядом Жму окей У меня заменяется Объект на другой Потому что у меня был Выбран объект И вместо Нового объекта Я заменил Выбранный объект На другой Поэтому Я отменяю действие Жму escape Выделение сбрасывается И только теперь Я нажимаю на стул Нахожу новый объект И его ставлю Теперь давайте Про покрытие Потому что у нас Какой-то еще люто мрачный интерьер Бомжатский Бомжатский Поэтому я заменю Во-первых Бетонный пол Потолок И наверное Кирпичные стены Время еще немножко есть Успеваем Выделяю пол Зажимая shift Выделяю одновременно потолок То есть со shift Выделяем несколько обеков Пол Удерживаю shift Выделяю еще и потолок Вдобавок И меняю вот здесь Материал Железобетон Меняю на какой-то другой Что-нибудь светленькое Штукатурка гипсовая Ладно Жму escape Выделение сбрасывается Пол поставлю Какой-нибудь Ламинат Паркет Дерево Выделяю пол Нахожу здесь В материале Какое-то дерево Половая доска Вот отлично Жму escape Выделение снимается И последние стены Выделяю всю группу стен Все четыре И меняю у них Материал тоже Материал Так Хочу что-нибудь веселенькое С текстурой И смотрите У нас есть материалы Вот они А есть покрытие На материале То есть поверхность материала И это отдельная штука В архикарии Поэтому я открываю Все свойства стен Вот не здесь А все свойства Вот этой кнопкой Слева Нажимаю на стену слева Вот все-все свойства стены И в ней Вот здесь есть вкладка Модель У которой есть замена покрытия То есть я меняю покрытие кирпича На любое другое из списка Щелкаю на значке здесь Чтобы у нас менялись покрытия Наружных стен Торцов И внутри И поменяю Здесь выберу уже какое-то покрытие Которое мне будет подходить Так Обои тут есть Обои Нет Пускай будет ткань На стенах С текстуркой Тут ткань Торцы пускай будут белые А другая поверхность стен Пускай будет Что-то еще с текстуркой Есть интересное Пускай листва будет Поменял Смотрю Здесь у нас листва Странно Потому что она еще прозрачная листва Опять открывая свойства стены Этим значком Поставлю Тут все-таки Что-то интерьерное Ковер Например Темный Нет Пускай будет тоже ткань Светленькая Такая Светло-серая Бежевенькая Текстура не видно Ну и фиг с ней И вы тогда тоже сделаете Вот это 3D вид Он упрощенный В реальном времени И довольно ублюдочный Делаю с него визуализацию То есть расчет картинки Уже детально там С трассировкой лучей С рефлексами С бликами С рассеянным освещением С эффектами всякими Вот для этого я настраиваю вид Который будет считаться потом Как картинка То есть вид из камеры Меня устраивает Окей Тогда я иду в документ Визуализация И не начать А пока что настройка Параметры визуализации Открываю И в параметрах Самое важное Размер картинки Размер находится вот здесь Вторая вкладка То есть это качество Это фон Эффекты Это вторичность Потом Самое важное Размер Нажимаю здесь Размер И вижу По умолчанию Он просто крошечный Прям он Где-то вот Не знаю Размером с дверь Будет картинка Очень мелкая Поставлю хотя бы Точек 500 700 Хотя бы минимум И теперь могу Предпросмотр Нажать вот здесь Превьюшку Быстренькую Или сразу Визуализацию Вот здесь Пускай пока будет превью Нажимаю Нажимаю Внутри Черного Квадратика Этого Прямоугольника Он делает Предварительный Расчет Ну и в принципе Вижу Что пойдет Да нет Понятно Что экран 1920 На 1080 Рендер Для печати Ну где-нибудь От 2000 пикселей По длине До 8000 пикселей Для предпросмотра Хватит 700 Или 500 Вот вижу В принципе Да нормально Мужик полностью черный Ну и ладно Жму Начать Визуализацию Вот эту вот кнопку Будет считаться Наверное Минуты Две Три Может быть Поэтому Вы тоже Это делаете То есть Вы настроите Вид из камеры Потом Вы идете В документ Визуализация Ну пока Да Пока Один Пока Хватит